добрый день друзья сегодня третья часть вебинара маркетинговые маркетинговые акции в программе 1с розница сегодня расскажу вам про бонус то есть каким образом это работает и с чем то связано каким образом заводить бонусную программу и что вообще с этим можно сделать перейдем маркетинг и откроем такую закладку как называется бонусная программа вот здесь мы можем создать бонусную программу создать ее название указать чему равен бонусный балл классическая схема ну в принципе такая достаточно понятная да там это один рубль один бонусный балл вот сейчас очень популярно решение когда один рубль это это 100 100 бонусных баллов то есть человек или смотрит свою карту он видит там большое количество баллов и соответственно этому больше радует вот можно прекратить по этой программе начисления бонусов задать максимальный процент от платы от чека вот и поставить такую галку уменьшать сумму чека для скидок соответственно на если мы ставим эту галку то скидки будут делать делаться уже с учетом начисленных бонусов по бонусной программе то есть это вот то о чем я говорил пересечение бонусов и скидок очень опасные моменты уж пользоваться там либо тем либо тем вот либо очень внимательно смотреть за тем чтобы это у вас все не пересеклось потому что программа все это делает мгновенно и соответственно если вы поставите не 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 заметите да там у вас может быть там огромное списание по карте и ну это совсем то точнее огромное начисление то вам совсем не понравится вот соответственно ставим да там при оплате чека бонусными баллами может быть произведено либо не произведено бонусные баллы могут пись спис но на начислиться либо не начислиться да там если вот чек оплачивается именно бонусами баллся либо он не начисляется ну то есть если человек приходит игре это я вот хочу оплатить бонусами сто процентов чека и собственно говоря особого смысла ему начислять бонус в этот момент но его ну вообще никакого не соответственно лучше там поставить бонусный балл они начисляются вот завел уже бонусную программу которая называется основная программа может быть несколько но учитывайте что каждая бонусная карта привязывается какой-либо бонусной программе поэтому не так просто все это сделать вот не так все просто сделать и соответственно лучше если у вас будет одна бонусная программа вот либо вы будете четко понимать что там у вас две был нас и программы допустим розничной оптовой и там разные схемы начисления вот соответственно вы будет делать это таким образом что ну что понятно будет и прозрачно то есть будут розничные оптовые бонусные карты в общем смысл в том что можно создать несколько программ вот дальше правило расчета бонусных баллов вот то есть можно делать какие-то сложные схемы расчета бонусных баллов да там начислять их по расписанию в 120 либо сразу при пробитии чека либо ограничивать его не ограничивать да там допустим одним годом полугодиям кварталом и так далее начинать начинать делать так что со строчкой бонусные баллы там на один день на 5 до там чтобы у вас не было таких случаев когда человек купил что то у него начислились бонусы он сразу же там следующую покупку бонусами оплачивает но такие тоже вот есть любители в розничной торговли которые там за счет бонусов очень много себе позволяют да там извлекать у вас прибыли там соответственно тоже можно очень все это предусмотреть вот и дальше соответственно в маркетинге все точно также да там ну понятно что есть механизм начисления и списания бонусных баллов вручную да там соответственно вы можете взять бонусную программу взять какую-то маркетинговую акцию и начислить там по какому-то правилу за зачистить да там например взять карты взять там у всех там день рождения да там и соответственно всем у кого там в сегодня не рождение зачислить там по 500 рублей да там со сроком действия с ограниченным вот начислить соответственно сделать этот процесс регулярным отправить всем смски что ребята так и так у вас сегодня день рождения начинаем вам бонусы там потратить в нашем магазине и соответственно соответственно все к вам придут тратить деньги и тратить бонусы ну соответственно вы опять же задавать процент оплаты чека бонусами и соответственно можете делать так что стопроцентная оплата чека бонусами не будет предусмотрено что надо делать дальше да то есть вы опять же маркетинге заводите скидки на ценки да там вот и завел там специальную скидку называется начисление бонусных баллов по программе рояльности соответственно бонусные баллы можно начислять в количестве на там очень интересный на там способ это когда вы начисляете там 10 бонусных баллов за определенную за определенные условия за выполнение условия да там вот мы помним из прошлых из прошлых вебинаров что у нас есть условия предоставления на так при выполнении которых у нас собственно говоря и происходит выполнение маркетинговых вот этих вот либо начисления бонусов либо предоставление скидок либо еще чего-то да там но соответственно я поставил там тип скидки да по бонусам у нас есть начать бонусные баллы в количестве начать бонусные баллы процентом от суммы давайте вот разберем начать бонусные баллы в количестве поставлю 10 и условия предоставление что комплект покупки это карамель чупа чупс xxl и карамель чупа чупс экзотик тропик соответственно если человек купит одну штучку такую одну штучку такой вот на этот комплект мы будем начислять 10 бонусных баллов ну такая схема так скажем вот и ограничить ограничим срок действия одним месяцем вот и сразу можно их потратить таким образом у нас будет действовать это бонусная программа вот галку кратно выполнение условия не буду ставить соответственно область применения в документе то значит в документе все эти бонусы будут применяться и вы можете там посмотреть как это делается но теперь соответственно берем чек вот берем сюда наши товары вот можно взять карамель чупа чупс две штучки да там одну штучку такую одну штучку такую вот они здесь есть и соответственно нажимаем расчет скидок и видим что у нас ничего не произошло ничего не произошло потому что у нас не указана дисконтная карта вот здесь очень тонкий момент да там бонусы начисляются только на дисконтную карту то есть это признак как бы того что бонусы будут начислены этого нужно понимать вот соответственно бонусная карта у человека там должна быть и можно допустим но тут есть разные моменты да там разные нюансы некоторые заводят бонусные карты там как номер телефона да там пишет просто номер телефона говорят скажите номер телефона потом все это завязывает не слишком прозрачная вещь с той точки зрения что стоит точки зрения что номер телефона могут там услышать разные люди и соответственно потом взять ну узнать что у вас такая бонусная система работает и соответственно взять и сделать списание по этим номерам телефонам да там прям вообще неприятные вещи плюсом у вас еще хранятся хранится данные эти будут номера телефонов то есть ну не слишком не слишком правильно с точки зрения там и безопасности и с точки зрения там базы и если в этом следите за коммерческой информации там чтобы у вас там не увелию тоже не очень правильно вот соответственно лучше если это будет штрих-код если бонусная карта будет со штрих-кодом и если человек очень там хочет не носить свою карту да там опять же вы должны понимать что если у вас там крутые бонусные карты прям крутые которые приятно трогать приятно щупать из хорошего там материала не сделано да там это их очень часто там показывают передают друг другу и очень часто там в компании можно там не знаю там какие-то люди хвастаются там у кого какие-то бонусные карты соответственно это там дополнительный маркетинговый инструмент вот здесь если вы все-таки хотите чтобы можно было там в электронном виде бонусные карты предъявлять то просто заведите штрих-код и в телефоне есть нам кучу всяких приложений которые позволяют отсканировать штрих-код и хранить вашу бонусную карту ну хотя бы это будет там как какой-то защиты какой-то безопасность да там что у вас нельзя будет да там вы ограничите доступ к справочнику физических лиц у вас будут видны только дисконтной картой и соответственно человек там не сможет тут здесь вот владельцы этого бонусной карты он его увидит да там как его зовут но открыть не сможет ему будет тут сообщение выходите нарушение доступа но в общем смысл в том что бонусы начисляется только на бонусной карты и соответственно есть честно жму рассчитать скидки и вот они рассчитались наши бонусы вот они 668 332 да то есть откуда эти бонусные баллы взялись но то есть сразу да там чтобы понимать да то вот здесь указано товар на который начислен указана бонусная программа указана скидка наценка точнее но по которой начислено это все указано дата начисления дата списания автоматическое и количество бонусных баллов это вот те 10 да там 332 и 668 да там если вы заметите это те 10 бонусных баллов которые распределились пропорционально сумме товаров распределились пропорционально сумме товаров и соответственно но вот да там 17 19 и 8 90 и соответственно 668 332 примерно такая пропорция ну а ты соответственно вот такая штука да там и вот таким образом это действует если бы мы поставили там другую схему начисления да там не начисление бонусных баллов по комплекту покупки да там в количестве а допустим процентом у вас бы все начислилось процентов вот и хорошей хорошей вещью для бонусов именно для бонусной программы считается введение обязательных ограничений то есть обязательное ограничение это первое это срок действия бонусных баллов просто сделаете это сразу да там если вы будете делать это через полгода через год после введения бонусной программы вы хапните очень большое количество негатива да там которая про вас там везде напишут во всех соцсетях если у вас еще и много там клиентов все вы там возмущаться писать во всяких там фейсбуках контактах отзывах на дубль гисе зачем это вам нужно лучше сразу написать что вот у нас бонусная программа такая если вы не потратили бонусные баллы через в течение трех месяцев него спешатся поэтому будьте добры три месяца каждый каждый там три месяца как штык в нашем магазине с деньгами и бонусами вот приходите и соответственно соответственно у нас что-то покупать вот но опять же все это не такими словами как я сказал а как бы нежно аккуратно красиво и понятно да там вот и второе лучше не делать лучше рассчитать бонусную программу правильно да там и не делать никаких ограничений по сумме чтобы не было явного явного чтобы человеку не нужно было там считать и сходить с ума почему не начислили бонусы потому что если вы сделаете непонятную бонусную программу если вы сделаете что-то такое что нужно будет реально там с калькулятором высчитывать то у вас будут кучи вопросов на кассе у вас будут продавцы отвлекаться для того чтобы объяснить людям более того вы сами будете отвлекаться для того чтобы объяснить продавцам чего там происходит вот и соответственно не нужно этого делать нужно делать понятную прозрачную бонусную программу несколько раз ее протестировать это очень очень мощный инструмент с одной стороны да там он очень хорошо привязывает покупателя там к вашему магазину а с другой стороны он требует очень дисциплинированного подхода вот вот это вот учитывайте учитывайте и соответственно делайте все таким образом что чтобы чтобы было понятно да там и не забывайте что все правила бонусной программы нужно опубликовать на сайте если он у вас есть если у вас его нету то нужно опубликовать на уголке покупателя или еще где-нибудь в общем где-то они должны быть опубликованы потому что опять же это юридические вопросы и если у вас там нет опубликованы бонусной программы то на вас начнут там жаловаться или еще что-то делать но в общем людей которые будут использовать эту тему для того чтобы по незнанию либо там по еще каким-то принципам да там жизнеполагающим чтобы на этом попиариться или что-то с ней сделать но их очень много вот очень много и соответственно розничная торговля это такая область где нужно максимально аккуратно подходить к тому что вы говорите и что вы делаете бонусная программа это одна одна из тех вещей которые надо реально внимательно рассматривать вот соответственно посчитали ее там бокс или накидали примерно взяли сумму чеков там из 1с розницы посмотрели какие у вас там основные суммы чеков посмотрели как это все начисляется соответственно если у вас много магазинов приготовились морально к тому что у вас там допустим там на сотни магазинов там 1200 оплат будет каждый день по бонусам вот и каждый раз у вас будет финансовый директор сдрагивать когда будет видеть эти суммы вот ну фактически вы будете там условно говоря там дарить да там но такой термин дари дарить эти деньги людям вот привязывая к своего магазина поэтому очень внимательно относись в бонусной программе переделывать ее это всегда негатив вот если не в плюс если вы будете переделывать в минус резать да там то это это всегда негатив соответственно заранее сделал все правильно вы избежите этого негатива и сделайте классно бонусную программу и к вам будут покупатели возвращаться именно поэтому большое спасибо если вас нужно там проконсультировать по поводу того каким образом все это построить какие бонусные программы применяются там в крупнейших там торговых сетях обращайтесь компании кудр лайн мы все это знаем мы очень много работаем с розничной торговли и соответственно очень много проектов сделали с розничными различными магазинами и поможем вам и подключить оборудование все остальное сделать поэтому обращайтесь большое спасибо до новых